Недавно Aerosoft выпустили DHC-6 Winoter, простонародие Swinoter. Он получил несколько обновлений, так что теперь самое время заценить его. Это турбовинтовой самолёт для местных авиалиний, имеет неубирающиеся шасси, максимально простую и облегчённую конструкцию. Управление двигателями запихнули в потолок. Штурвал – один на двоих. Педали вообще из картона. Но надёжно же? И благодаря этому он обладает нереальными возможностями – 366 метров для взлёта и 320 для посадки. Одна из немногих машин, которая может летать в Луклу и обслуживать аэродромы у чёрта на куличиках. В комплекте есть лыжи, поплавки и оффроуд колёса. Летайте везде, садитесь куда хотите. С самолётом идёт детальный мунаус, разделом для тех, кто хочет летать здесь и сейчас. Сам по себе он несложный в освоении. Достаточно разобраться с расположением элементов кабины. Процедурность тут не требуется, но есть возможность выполнять всё правильно. По динамике полёта всё не так хорошо. Управляется так себе, масса не чувствуется, инерции отсутствует, скорость набирает слишком резво, что может вызвать проблемы при освоении. Также его не просто стримировать. И удовольствия от ручного пилотирования я не получил, но летать можно. Он очень тягово вооружённый и взлетает с места, как и садится. Полёты по бездорожью – самый раз для него. Снаружи визуальная модель отличная, очень детальная. Внутри же – стандартная кабина с будильниками, ГТН-кой и автопилотом. Всё это как-то по пластмассовому выглядеть для такого самолёта. Но в целом, если не разглядывать с лупой, то пойдёт. Звуки в комплекте не очень. Я поставил сторонний от FT-7 и он зазвучал гораздо лучше. В стандартных нет баланса и переключение очень сильно заметно. Если вы не испытываете огромной любви к этому типу самолётов, то пропускайте его. Но если вам нужен надёжный пепелаз для полётов труднодоступной аэродромы, то он вам понравится.